всем привет с вами я лаки джулиард и сегодня хочу совместно со скетч маркер для вас видео урок уютного кофе в варежках для нашего урока понадобится так много маркеров всего 11 цветов нам этого вполне хватит и так делаем сначала эскиз наброска в карандаше я думаю мы не будем вдаваться такие детали как рисование вот этого узора на варежках сделаем просто красными потому что вязка и так достаточно сложно ее рисовать и если мы еще будем заморачиваться на рисунок будет еще труднее поэтому у нас будут просто красные варежки кроме чай где у нас будет кружечка с кофе пока это просто круг строим вторая варежка здесь вот набросаем ручку потому что через ручку у нас здесь заходит палец вот приблизительно таким образом мне к сожалению не входит в кадр референс поэтому я не могу положить рядом с работой рисовать поэтому можете поставить видео на стоп и набросать все референс я добавлю файл с этой картинкой к видео так и теперь нам нужно набросать крючку с кофе это круг который имеет толщину и внутри у нас находится находится кофе вот собственно эскиз у нас готов мы можем брать линер и обводить у меня линер скетч маркер толщина 0,1 и я рисую так я вам не объяснила по поводу вязки давайте вязку тоже сразу мы наметим карандашом потому что мы ее сразу будем обводить линером итак смотрим как у нас расположена вязка значит шовчики у нас идут вот так вот вдоль вдоль варежек так мы их и располагаем намечаем как у нас будут идти швы наши вязки так вот по пальчику по пальчику здесь вдоль вот так вот варежки здесь точно так же я оноř呀 и теперь набросаем опять же как у нас идет вязка значит вязка у нас здесь обычная лицевые и изнаночные петли я изображаю вязку таким вот способом то есть достаточно схематично и здесь мы конечно не будем прорисовывать все надо прорисовывать каждую петельку либо я изображаю вот таким образом и так по по всем и таким образом по всему штуку я не буду сейчас рисовать все в карандаше я сразу нарисую это линером и когда мы обводим линером помните что нам не нужно обводить здесь вот такой вот гладкий край потому что он не гладкий у нас здесь вязка то есть мы заходим за края нашей нашей фактуры вот это вот вязаные варежки итак начну с кружки толщина кружки и кофе внутри ручка не перехожу к вязке здесь можно взять линер потоньше чтобы не было такого черного пятна я возьму 05 от скетч маркер линер ой дела потоньше простите 0 0 5 мне нужен линер я возьму 0 0 5 линер здесь нас будет резиночка мы нарисуем вот таким образом здесь будет вязка здесь будет вот этот ряд петель и здесь будет такой же ряд петель а между ними вот такой ряд также вязка еще рисование вязки какая своего рода медитация очень успокаивает а если вы заметили то иногда я перехожу просто вот на такое рисование потому что у меня не хватает терпения так и так и и и Продолжение следует... 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 берем еще раз первый цвет в общем то видим что наша варежка красная стала уже вязаной и в принципе на этом можно было бы остановиться детализировать дальше потому что мы говорим о скетче и сейчас давайте немножечко нарисуем вот эти вот рукавчики их просто наметим я возьму си джей 6 это кулгрей 6 просто таким образом намечу что у меня здесь есть такие рукавчики прорисовывать их я не буду так возьму наверно этот темный а 61 немножко здесь покажу такую тень варежки у нас входит туда в руках не секрет вот таким образом так ну что давайте возьмемся за вторую нашу варежку а потом уже перейдем кофе итак берем опять 0 1 и начинаем вязать варежку начну с пальчика вот здесь вот который проходит у меня через ручку кружки так ну что переходим ко второй варежки начинаем снова вязать давайте резиночка у нас и Продолжение следует... 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 Так, ну вот что, связалась у нас с вами и вторая варежка. И теперь снова покажем немножечко здесь вот у нас рукавчик. Там где-то рукавчик. Это уходит варежка. Так, давайте все-таки попробую сделать белый рисунок в наших варежках. Берем белую ручку. И какие-то из петель просто рисуем белым. Нам совсем не обязательно повторять рисунок, который там у нас используется, потому что мы его все равно не повторим. Потом просто какие-то отдельные петельки. Мы сделаем другого цвета. И теперь смотрите, чтобы они так сильно у нас не выделялись. Вот мы возьмем... В тени мы выделялись, да, вот эти белые. Возьмем липтик Рэ. Так вот. Задвинем их. Задвинем их. Задвинем их. Ну вот как-то так, сильно не буду я отдаваться рисунок, прорисовку. Ну что, давайте теперь перейдем к кофе. Итак, для кофе мы используем тот же красный. Для начала это lipstick red. И рисуем этот ободочек, который у нас красный. Так, нарисовали ободочек, и сразу хочется нам крошку от варежки отлепить. Берем темный красный, geranium red. Здесь немножко по границе, где у нас варежка и кружечка. Вот так вот ее отлепим. Так, что мы делаем дальше? Дальше, дальше мы нарисуем кофе. Значит, для кофе изначально, кофе с пенкой у нас, мы берем BR24, это flash column. Дальше. Так. Дальше. Вот так. Я бы и так оставила. Так, и мы забыли про ручку немножечко. Берем липстик ред и... Так, нет, подождите, не липстик ред. Здесь мы берем сначала розовый, это R43 сорбет. И сначала с ним. Параллельно еще пройдусь этим цветом здесь вот внутри кружечки. Так, теперь мы берем липстик ред. И оставляем здесь вот такой вот блик. Мы все закрываем липстик ред. Так, теперь блаудерает. Проходимся по кружечке. И переходим на ручку. Так, здесь мы берем блаудерает. И дальше мы растягиваем липстик ред. Что у нас получился такой плавный-плавный переход. Так как ручка у нас объемная. Так, и теперь вот я вижу, что мне хочется еще подчеркнуть разницу между ручкой и варежкой. Я беру герамин ред. Еще добавлю цвета в тень. Так, дальше, дальше переходим опять-таки кофе. Кофе у нас с пенкой. И нам нужно эту пенку нарисовать. Остальное сделать более темным. Возьмем самый темный цвет, который я буду здесь использовать. Это чоколит. И сразу выделю вот эту вот фигуру, где у нас нет пенки. Так, дальше я беру второй цвет, который я буду использовать. Нарисую следующий уровень, где у меня будет пенка. Но она еще не такая светлая. Так, дальше. Так, и здесь у меня будет самая светлая пенка. Я так немножечко еще добавлю флеш-калл. Теперь я возьму первый цвет, который я использовала, это чоколит. И добавлю пузырьков отсюда. Здесь немного-много-много пузырьков. Смотрите, если у вас нет коричневого, но есть, например, такой цвет, как Red Wood, красное дерево, то вы можете использовать для кофе его. Потому что он тоже отлично подходит для кофе. Я его использую сейчас для пузырьков. Мне вообще нравится для кофе, для шоколада использовать цвета именно не коричневые, а уходящие в красный оттенок. Все пузырьки, пузырьки. Здесь вот тоже у нас много-много-много пузырьков. Продолжаем. все конечно же сама те не буду вот таким образом дальше мы берем желтый цвет это у 14 батер и добавим желтого сюда вот пенку беру цвет о 50 фокс снова баттер о 50 фокс флешка так его теперь я вижу что у меня вот этот вот эти цвета немножко неправильно цвет должен быть темнее менять и сейчас это темно я беру снова снова цвет о 60 и добавлю второй слой на самом деле вот это вот тоже тоже у нас пенка которая состоит из множества множества маленьких пузырьков добавлю еще пузырьков возьму еще бата снова redwood хочется мне еще немножечко затемнеть самое темное пятно в нашем кофе еще немножечко поджарить пенку еще немножечко поджарить пенку сейчас у меня о 60 у меня добавлю еще добавлю еще бата добавлю еще бата пенку вот в этом у 50 фокс И добавим сюда еще немножечко снега. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, собственно, наш скетч Кофе в варежках готов. Рисуйте вместе со скетчмаркер, рисуйте вместе со мной. Удачных вам скетчей. Пока-пока.